Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Всем хорошего дня, и вечера, и ночи, и утра. Буду уже смотреть видео, так, и повтор даже. Повторы, кстати говоря, набирают иногда больше просмотров, чем первичный материал. Так что не надо мне писать всякую чепуху там и так далее. Просто надоело уже это всё. Ну, в общем, говорит и доказывает Карасёв. Говорить буду я, а доказывать будет Андрей Васильевич Ермолаев. Андрей Васильевич, привет! Политический философ, экс-директор Национального института стратегических исследований. Человек мыслящий, концептуальный. Поэтому, Андрей Васильевич, две недели мы не встречались. Вот мы встречались ровно две недели назад. Это было 6 августа, когда началась Курская операция. После этого, так получилось, у нас не было встреч ни на «Чёрном лебеде», ни на таких индивидуальных, приватных эфирах. Две недели. Ну, надо какие-то промежуточные итоги всё-таки подвести. Но не военно-тактического или военно-оперативного плана. Это завтра будет Олег Иванович Стариков. Как раз уже сейчас, я так понимаю, обложился материалами, конспектирует. Так, на завтра. Военно-тактические, военно-оперативные аспекты Курской операции. Я хотел бы поговорить о политических и дипломатических. Или не дипломатических. Или военно-политических выводах, аспектах, итогах, результатах. Ну, в общем, какое-то промежуточное резюме надо поставить. Потому что очень много фейков со всех сторон. Дезинформации, пропаганды, как умной, так и неумной. И, конечно, это такой калейдоскоп всяких мнений, отрывочных, с поля боя, с мест, либо там с каких-то газетных полос. Что, не претендуя на истину последней станции, не претендуя на то, что мы тут подведём всё досконально, доктринально и концептуально. Так и процесс ещё не завершён. Да, но тем более, конечно, процесс не завершённый. Но вот в этом же тоже есть цимис. Что, как бы, посмотреть на незавершённый процесс с точки зрения возможного завершения. Как он? Чем он может завершиться? Ладно, поэтому я сказал. Да, напомню, подписывайтесь на канал. 147 тысяч подписчиков у нас есть. Мы не спеша приближаемся к 150 подписчиков. Думаю, мы скоро эту цифру нагоним. Ну и, если так говорить о каналах, то не требуйте от меня повторов в Телеграм-канал. Повторения того, что уже написано в Телеграм-каналах или где-то сказано. Мы этим не занимаемся. И не надо тоже писать там комментарии о каких-то, не знаю, боковых темах или проблемах. Всё, значит, на эту тему закончили. Поэтому, Андрей Васильевич, ставьте лайки видео, пишите комментарии и слушайте. Прежде чем писать, слушайтесь, вдумайтесь, всмотритесь то, что сказано. Андрей Васильевич. Да, спасибо, Андрей Васильевич. Ты равно не виделись. Я прошу прощения. Были обстоятельства, которые мне не позволяли быть активным и пока они ещё сохранятся. Бывает. А если отматывать плёнку? Вы помните, мы когда-то, комментируя начало операции, говорили о тумане войны и о том, что не только не ясны ещё планы буквально военно-операционные, куда пойдут. Фигурировали разные цели, по поводу которых операция осуществляется. И территориальные, и объектные. Но и самое сложное было с замыслом. Потому что у всякого военной операции есть невоенные замыслы. Чего мы хотим достичь? Большой политики, либо в каком-то конкретном социальном пространстве. Нам комплементарно мы рассчитываем на него, или наоборот мы захватываем и подчиняем. Но много было вот этой непонятности. Сейчас я могу констатировать, что стало яснее. Мы видим контур, мы видим пределы возможностей, мы видим уже характеры этих событий. То есть именно не операция, а характер событий. Как ведут себя в СССР и как на это реагирует Россия. Это уже не выглядит глупостью и случайностью. В отличие от первых дней и впечатлений. А вот что касается понятности, мне кажется, здесь сохраняются опять три точки. И для того, чтобы нам всё-таки с вами разобраться, выдвинуть гипотезу, я предлагаю отмотать пленку ещё дальше. Вот где-то конец мая, начало июня, тогда в фокусе нас было целый ряд событий. Во-первых, мы пережили тогда ракетно-бомбы удары целую серию, началась Харьковская операция, и тогда много было прогнозов. Более того, очень много было предупредительных экспертных оценок, и даже заявлений сверху о том, что эти операции уже поставили Украину на грань энергетического коллапса. Огромное количество прогнозов о зиме 24-25. Причём они касались как, собственно, угроз, которые несут в себе эта ситуация, ну потому что без света, без города могут оказаться там выморожены и так далее. Много было апокалиптичных оценок. Но вместе с тем, мы тоже этот момент обсуждали, что вот само это, вот это создание этой ситуации в Украине является тоже частью военного плана, как невоенные последствия, потому что враг ведёт активную работу в тылу, систематически, просчитанно, и занимается не столько мостами и узлами, сколько, собственно, системами, которые разрушаются. Вот мы видим, что была нарушена система энергетическая, сейчас, судя по всему, подбираются к финансово-банковской. То есть, грубо говоря, это системная работа, если уж на то пошло. И моя... То есть, имеешь в виду вот этот Додос Актак, а на монобанк, да? Да, да. Два или три дня. Ну, судя по всему, это не единственное, просто это то, что стало широко публично известно. Но я думаю, что это тоже системное действие, финансовая система Украины. Тем более, есть контексты. Но я почему с этого начал? Потому что горизонт зимы 24-25, если убрать, собственно, ситуацию на фронте, какие есть возможности что-то отвоевать или остановить, четко сформулировал образ угрозы. Страна может оказаться в состоянии гуманитарного кризиса и даже катастрофические последствия. Потому что уже для этого есть предпоследствия. Можно сказать даже больше функционального кризиса. Функционального. Ключевые функции государства будут разрушены, повреждены. Да. Причем такие оценки мы получили еще при том, что не было гарантии, что вообще эта серия не будет продолжена. И что ситуация не будет усугублена. Сколько объектов уже разрушено, и какие еще могут быть потери осенью и так далее. Было очевидно одно, что для противника это поставленная цель, и он ее достигает. На мой взгляд, это было одним из важнейших ориентиров при вообще планировании вот этого второго политического и военного полугодия. Причем как для военно-политического Киева, так и для наших партнеров. Ну потому что если допустить, что страна окажется в состоянии буквально предкатастрофическом, то это какая-то другая реальность. В Европе другая реальность, но в стране внутри другая реальность. Не только в экономике, но и в общественной жизни. Упредить, не допустить эту катастрофу, или попытаться изменить этот сценарий, или хотя бы минимизировать его. Было одной из целей. Я считаю, это важным мотиватором. Но есть еще ряд факторов уже в большой политике. Не, ну можно тогда эту тему чуть продолжим. И вот на этом фоне, на фоне Курской операции, мы получаем информацию о том, что якобы в Катаре были контакты переговорщиков с Украины и с Россией. И именно речь шла об энергетике. О взаимном, как бы там, ненападении на энергетические объекты. И между прочим, целое время, ну была пауза, вот буквально там три недели или четыре недели, была определенная пауза в этом. Так мы не беспилотниками не били по нефтебазам, а они не трогали энергетические объекты. Но волны прекратились. Точечные удары были, но волны прекратились. Вроде там отнекивается, в России что такого не было, но вот эта пауза, она действительно свидетельствует о том, что такие контакты были. Намечалось дальше что-то. И теперь Курская операция, она все срывает. В воскресенье, в понедельник горит нефтебаза под Ростовом, на Дону. И сегодня ударили по уже, противник ударил по Тернополю, где горит большой склад тоже нефтезапасов и тому подобное и так далее. Так что вот Курская операция как она... Я сразу забегаю вперед. Я думаю, что эти удары, это еще не отказ от той ситуации. Это пока продолжение каких-то тактических действий, точечных. Все-таки ситуация еще не перевернулась. Но давайте теперь еще несколько факторов вспомним. Важнейших на тот момент. Первое. Это швейцарская конференция, которую провела украинными и все западными партнерами, которая получила, скажу аккуратно, крайне скептические оценки. Мы отрапортовали, что все хорошо, что мировое большинство формируется вокруг нас, но по факту очевидно, что этот путь не выводит ни на переговоры, ни тем более на какой-то деятельный ультиматум. Можно ставить, не ставить, Россия не примет такой подход. Но одновременно с этим стало очевидно, что реальная альтернатива этому процессу разворачивается процесс китайско-бразильской инициативы. Если до этого обсуждали только китайский план, то теперь уже в фокусе китайско-бразильские тезисы. И что самое важное, китайская дипломатия все чаще начала обращать внимание, что они обрастают поддержкой. Там фигурит цифра 120-123 страны, которые вроде бы вокруг этого подхода. Я сейчас не ныряю в детали, чем различаются позиции, но речь идет о китайской субъектности, раз. Второе, речь идет о том, что такое разрешение войны это действительно коллективное действие, но там не будет победителей, потому что подход, который предлагался Китаем, ее партнерами, скажем так, он не дает кому-то преференцию. Он предлагает перевести в другую плоскость само противостояние, саму конкуренцию из-за территории, из-за последствий. То есть перефокусировать вообще войну или конфликт на ООНовский формат, ООНовский стандарт, да? Верно, да. И третий важный фактор, я первые два назвал, третий важный фактор, это начало предвыборной гонки штата, где, и вы помните, наши эфиры, да, на старте казалось безоговорочное внимание и перспектива успеха Трампа. У Трампа, ну, мы можем отдельно еще обсудить сейчас, мы уже в полный рост развернулись все конкурентные предложения республиканцев и демократов, уже интересно, да? Платформы опубликованы. Но на тот момент, что было важно, что Трампа все воспринимали как человека, который развернет историю конфликтов. И историю конфликтов в Азии, и историю конфликтов, связанных с, возможно, Китай, Тайвань, были такие забросы, что он начнет договариваться. Но самое главное, он спекулировал на теме того, что он очень быстро решит Российскую и Украинскую войну. Я сейчас не о том, верят ли Трампу, я о том, что в нем воплотились ожидания, что его воля, подход и в целом, вот, другая трактовка, да, политики господства Соединенных Штатов, она действительно может изменить ситуацию и очень быстро. На этом фоне ближайшие, ну, наиболее проверенные союзники, да, военно-политического Киева, американские демократы, оказались в достаточно пикантном положении. Они, конечно, могли продолжать то, что они наработали, так называемая платформа Байдена, доктрина Байдена, ну, и известного его приоритета. Но было очевидно, что и лично с Байденом, и с этим набором программных положений они проиграют Трампу. Поэтому технологическая сторона, нужен более яркий кандидат, хотя, на мой взгляд, есть нюансы. Но их нет. Но это их решение, да, это их решение. Есть нюансы. Других все равно нет. Но самое главное, нужно подготовить и выставить достойную альтернативу тому, что является сильной стороной Трампа. То есть Соединенные Штаты должны перестать восприниматься как разжигатель войны. Согласитесь, сделать это на двух-трех митингах невозможно. Нужно какое-то пространство, какие-то шаги, которые сделают гипотетически возможным новую роль американской администрации как альтернативного, если не мироносца, то примирителя. То есть не отдать инициативу Китая и Бразилия в плане миротворчества. Да, потому что и здесь и психологические, и политические аспекты важны. Если то, что закладывалось Китаем и Бразилией, выглядело просто рационально, мы давайте вдумаемся, опомнимся, сядем за стол переговором, оставим военную сторону действий, ну такая вот традиционная, классическая, традиционная рационалистическая дипломатия, значит, 19-20 века, то для того, чтобы развернуть политику Соединенных Штатов, необходимы какие-то мощные поворотные события, которые бы изменили умонастроение и ожидание. И вот попытку изменить вот эти умонастроения и ожидания мы видим как раз в контексте Курской операции, только не на поле боя, а в когнитивной сфере. Если само начало операции, здесь много военных уже высказалось, что она готовилась, так сказать, в тишине, правильно, наверное, там, посвященная была немного. В тайне. Да, кстати говоря, Подоляк подтвердил, что консультации были с западными партнерами, просто это было как-то очень хорошо зашито. И внимание у всех было вот на это обращено, а кто знал, кто готовит, кто отвечает. На самом-то деле сама операция планировалась, как я понимаю, тоже в том же пространстве, то есть где-то июнь, а может даже май-июнь, как и многие другие операции, просто именно по этому вопросу была нажата зеленая кнопка «делаем», без поддержки это было невозможно. Но самое важное, вот этот контекст, что эта операция началась как раз на этапе, когда в американских выборах начались движки и были заявлены кандидаты их программы. Почему я предлагаю так на это смотреть? Потому что, как ни парадоксально, я, кстати, по-моему, и вы на это обращали внимание еще месяца, я знаю, когда вы говорили, что мы идем к переговорам, что будут события, тогда мы в большей степени говорили о каких-то вариантах эскалации, вы не знали, какие, но эскалационные варианты как путь. Да, эскалация, так сказать, так вот я бы скажу, что вы правы. Перед. Ваш тезис о том, что через попытку эскалации создать условия для переговоров, это гипотеза правильная. Тут вопрос в другом, правильный ли путь выбрал? То есть можно ли за счет именно такой операции обеспечить этот поворот? И вот тут как раз я высказываю первое. На мой взгляд, сам вот этот, сам подход к эскалации как к преодолению красных линий, потому что красная линия преодолена, об этом даже Зеленский сказал, что красной линии уже нет. Это системная ошибка. Системная ошибка. Потому что для того, чтобы через эскалацию выходить на переговоры, нужно как минимум быть в контактной группе с Кремлем. Через посредников, через... Как это, кстати, часто бывало в ходе гибридной войны на Донбассе. Но второй немаловажный момент. Эскалация не должна была поменять правила хода войны. Правила и ход войны. А эта операция как раз поменяла и правила, потому что оба государства действуют на территориях противника без ограничений. Второе. Снят вопрос союзничества и партнерства, потому что оружие партнеров используется и той, и другой стороной. Ну, мы привыкли к тому, что иранские там снаряды, ракеты, корейские ракеты у России, но теперь уже немецкие танки, британские БТРы на территории Российской Федерации. То есть образ НАТО... То есть поломали все мифы и правила предыдущего этапа войны. Но, пожалуй, самое... Ну, а цель все-таки была какая? Может быть, просто недореализована цель, вот она теперь ситуацию подвешивает. Ситуация подвешивается. Ну, видишь, там, окончание войны, переговоры, она подвешивается. Кто-то говорит уже, что это война будет вечно. Нет, на вечно нет ресурсов. Мы даже видим, как Запад сейчас неохотно предоставляет Украине военную, новые транши там финансовые, военной помощи, ситуация вокруг северных потоков, что характерно по ситуации с северными потоками. А теперь немецкая прокуратура и российская прокуратура, они друг к другу уже обмениваются информацией. То есть уже нормальный дел, ну, нормальный, скажем так, режим коммуникации именно по этому случаю. Но именно масса других. Нет, ну, главная системная, скажу, слабость этого плана состояла в том, что все-таки перенесена война на территорию врага, и это очень сильно изменило атмосферу и климат вокруг российско-украинской войны. Для нас не все заметно, но я более чем убежден, что для многих стран с нейтральной позицией или тех, кто выступали, ну, скажем, с критикой самой войны, для них появление украинских войск на территории России это аргумент, что война ведется двумя сторонами одинаково, что обе стороны виноваты, и не нужно поддерживать никого, нужно искать третий путь. Грубо говоря, усиливается позиция вот этой третьей стороны. То ли она будет формироваться теперь вокруг Китая, то ли мы еще поговорим вокруг Индии, и мне усиливается этот момент. Это серьезный был момент. Обязательно вот эта тема Китая-Индии сейчас со сторон но с другой стороны, что надо было просто ждать наступления, ну, скажем так, мощного наступления российских войск на Донбассе, если тогда командование и высшее политическое руководство могло бы думать так, если у нас нет гарантии сдерживания фронта на Донбассе, то надо где-то симметрично или не симметрично, а симметрично ударить по другому месту, для того, чтобы ситуацию выровнять. Я не говорю, что она выровнена. Я понимаю. Я не говорю о том, что цели операции достигнуты. Если были достигнуты цели операции, военные, прежде всего, потому что все решается на поле боя, то это одна история. Но задумка была, наверное, такая. И тогда идем на переговоры. Верно. Я хоть и человек не военный, но у меня в жизни был период, когда я имел возможность общаться с самым широким компетентом военных экспертов. Мы работали с Минобороной, работали с документами. Поэтому какая-то база у меня сформировалась. Представление, как мыслят военные. Так в этом отношении к ним-то вопросов нет. В их представлении, в военной логике, если мы заходим удачно на территорию противника, а мы удачно просчитали хорошо эту операцию, противник с неизбежностью, учитывая, что это и военное, но это еще и политическое, психологическое поражение, должен купировать, то есть, грубо говоря, пересмотреть свои планы. Это рассматривалось как, не нужно доказательств, он пересмотрит планы, он будет перестраиваться. Это первый момент. А второй момент, конечно же, учитывая, что мы имели положительный опыт Харьковской операции 2022 года, возможно, вот этот ареал распространения выглядел более активно и более успешно и по другим прорывным направлениям. То есть, одна точка прорыва, вторая, третья. По ходу Курской операции мы видим, что вот эти военные компоненты расчетов, они, ну, не сработали. Не сработали. Во-первых, Россия применила неокутузовство, втянула, как сдало сгоревшую Москву, но не втянулась в бои не системные, не подготовленные и тем самым не поставила под разгром. Сбросила территорию и часть своих вооруженных сил, мы знаем их отношения к живой силе, но, тем не менее, не увязла в невыгодность себя обороне, когда атакующая страна подготовлена, отмобилизована и хорошо. Но военные должны были учитывать. Мы увязываем территорию. Андрей Васильевич, но военные должны учитывать, но, в конце концов, вот неокутузов, мальтезианство, неокутузовство, историю, что военную не учили, они заканчивали, ну, наши военные командиры, многие заканчивали и кремлевские, высшекомандное училище имени Верховного Совета СССР, так оно, по-моему, называлось, так, Мусырский заканчивал его. Они же должны были знать, что стратегическая глубина в России достаточно высокая для того, чтобы можно отступать, но сохранить свои ключевые силы, а затем уже переходить в контрнаступление. В истории мировых войн, даже вот Второй мировой войну, известны случаи, когда проводились масштабнейшие, масштабнейшие подготовительные операции для того, чтобы ввести врага в, так сказать, Оману. Это было, например, в гитлеровской Германии, когда готовился вариант высадки западных войск, где высаживаться, Средиземноморье, Нормандия, вы помните, целая куча операций, по Греции, по Италии, ложные ходы, отвлечения внимания. Поэтому я не сомневаюсь, что у этой операции много таких тайн, которые мы еще... Может быть. Я немножко о другом. Я о том, что и военные могут ошибаться, потому что они часто перекладывают свои представления и понимание противника на карту плана. Но во время войны это очень рискованно. Я понимаю, операцию можно придумать. Она выглядит на картах прекрасно. Ставки подняли, пиар отработали, покипишовали, нанесли репутационный урон противнику. Но ставка может не сработать. Понимаете, это даже верно. Но ставка не сработает, потому что есть... А где со мной фронт, в конечном счете? На Донбассе или на Курске? Для нас сейчас где со мной фронт? Вот такой вопрос, кстати. Нет, для нас основной фронт был и остается. Это Донбасс. Был и остается в Донбассе. Потому что, извините, есть большая разница между борьбой за один из системообразующих в Украине, Украину, системообразующих регионов с огромной промышленной и соевой базой и мощным человеческим потенциалом. Ну и территория периферии России, которая не имеет стратегического значения, которая может просто использоваться в шахматной игре, размениваться, использоваться как поле боя, как плацдармы, которые не жалко. Это совершенно разное пространство. Но я немножко о другом. Когда могут ошибаться военные? Когда им предоставляются непродуманные, непросчитанные политические, психологические и прочие рекомендации и аргументы. Потому что военные могут просчитать ход, исходя из этого псалла. Враг может так поступить? Может он так поступит? Враг располагает или не располагает теми ресурсами? Имея данную информацию и подтверждение, тогда они начинают планировать. Поэтому я бы в данном случае упрекал не столько военных, которые запланировали и получили поддержку в эту операцию, сколько тех, кто обеспечивал аргументацию, что это даст эффект. То есть эффект отвлечения это не дало. Покровское и Торецкое направления на Донбасских фронтах осталось приоритетом для России, несмотря на направление Курска. И это раз. Но второй момент, мне кажется, еще более... Он вообще не связан с ходом военной операции. Я в этом отношении даже больше не буду к этой карте апеллировать. По замыслу эта операция, по идее, должна была создать такие обстоятельства в Москве по границе и на линии фронта, когда Москва должна была быть заинтересована в начале переговоров о остановке военных действий. И по времени это могло бы совпасть как раз с пиком кампании выборов в Соединенных Штатах, где вопрос о том, что теперь Украина проявила силу и можно останавливаться с позитива успешной державы, она бы получила поддержку. Это второй системный ошибочный расчет, который показывает, что на самом деле Кремль не испугаешь подобного рода даже кровавыми, даже перешедшими красную линию операциями. Второе, что Кремль способен к перепланированию, но не в ущерб своему раннему плану, а ранний план связан в целом и с большой геополитикой. Но и, пожалуй, что самое существенное, для Кремля было и остается важным вести переговоры не с Украиной, а с западными визави, с которыми хотели бы договориться, и о гарантиях, и о периметрах безопасности, и о сферах влияния вот на этом уровне, к чему сейчас не готова нынешняя американская администрация. И мне кажется, что на этом повороте с разворачиванием операции мы сейчас оказались в... Я бы назвал это ловушкой. Только ловушка не только военная, а ловушка смысловая. Будет теперь формироваться плацдарм, нам деваться некуда. Мы уже разрушили мосты по реке Сеем, и по сути мы очерчим всего там полторы тысячи квадратных километров работали, еще больше. Но это, ну да, но это по сути большой, очень уязвимый плацдарм, который бы нам очень дорого стоит в плане затрат на подготовку обороны, на ресурсы, но который теперь перестает быть нужным, потому что оказалось, что для Кремля это не работает. Кремль справился вот с этой, с этим поражением, справился. Второй момент. Для Кремля теперь изменяется сама идеология войны, потому что до этого работал русский мир, наших освобождаем на территориях, там где был сепаратизм и так далее, а теперь они действительно борются за экзистенциальные интересы и выживание России. То есть экзистенциальная, та самая экзистенциальная война. Именно поэтому мы начали слышать других игроков. Появился Лукашенко, который вспомнил о союзном государстве, о том, что угроза носит такой теперь системный характер. То есть началось новое масштабирование. И мы видим, как наши визави на Западе, давая положительные оценки операций, тоже зависли в плане смысла. Так поможет ли эта операция теперь большим переговором, или она делает их невозможными? То есть, грубо говоря, план, называю так, план под Харрис не сработал. Вот в чем трагедия Курской операции, кроме военного измерения. План помощи Харрис в выходе с позициями нового переговорщика, он не сработал. Я думаю, уже не сработает. Теперь смотрите, что включилось в это же время. Действительно, сама Курская операция, конечно, очень серьезно подорвала надежды на то, что мы можем располагать возможностями и влиянием Китая. С Китаем был связан весь летний период, и даже Кулеба посетил Пекин, там получил, мы прогнозировали, что какие предложения получены, гарантии помощи, в случае чего. Но дело в том, что с началом Курской операции по сути для Пекина это оплеуха. Это оплеуха, потому что китайская дипломатия, она всегда критиковала за двойные стандарты, за вот эту тайность, за фейки, западную дипломатию, политику, это всегда была фишка китайской критики. Здесь же речь идет о том, что по сути Китай подставили, потому что он со своей миротворческой инициативой сейчас это становится невозможным. Китай не любит быть глупым, когда он предлагает то, что становится нереальным и более того, их стратегический партнер в лице Кремля заявляет, а теперь переговоры невозможны. Китай в глупом положении. Но зато мы увидели, как разворачивается реальная конкуренция за общее позиционирование глобального юга. Она развенась именно в этом контексте. Индия в это же время проводит очень интересный форум, форум глобального юга, на который не приглашает Китай и который тоже связан с формированием особой позиции глобального юга по миропорядку, по глобальной финансовой системе, по вопросам войн. Причем, что самое важное, я хочу это подчеркнуть, Индия проводит этот форум после переговоров Моди и Путина, достаточно громких, они проходили на фоне тоже бурных событий в Курске. Но и что еще немаловажно, этот форум по сути проводится в пику Пекину, накануне очень важной генассамблеи ООН, которая придет в конце сентября. Она будет посвящена, вы назвали форум будущего или ассамблея о будущем, на которой, я думаю, что по повестке это будет напоминать знаменитые генассамблеи 1974-1975 года, когда обсуждался новый экономический порядок. Вот эту повестку пытаются перехватить у Китая Индия, во всяком случае, как соорганизатор. И я не сомневаюсь, что позиция стран, которые будут формироваться в Акухинье, она была тоже критична в отношении войны и в отношении Украины. Это не про западные позиции, это просто конкуренция за позицию глобального юга. То есть мы, грубо говоря, этой операцией поставили сложное положение Китая и дали фору Индии. Но самое-то интересное, на фоне этой операции именно Моди едет в Киев 22-23, да, по-моему, какие-то сигналы. Я бы предположил, что Моди сейчас везет очередной, возможно, в какой-то лайтформе, ультиматум, лайтформе, потому что, заметьте, что на протяжении всей Курской операции, мы крутимся вокруг этого временного пространства и эти события, до сих пор не было развернутой системной, как это, к чему уже приучил Креблевский вождь, как это системного анализа системных оценок. Он дал несколько реплик, правил совещания, но как дал понять Лавров оценки и что будем делать еще впереди, ждите, мол, мне кажется, что сейчас позиция, которую озвучит Путин, будет прямо связана с тем, как в Киеве отреагируют на возможное послание, которое везет Моди Зеленскому. Может быть, я ошибаюсь, но в комбинации событий и вот этих изменений, связанных с Курской операцией, это очень правдоподобно. Тем более, что заметьте, что все это время, я думаю, никаких больших обвальных бомбардировок не будет. До дня независимости ничего не будет. Что может привести, давайте поинтрируем дальше, что может привести Моди от Путина. Предположим, это так. Вероятнее всего, речь будет идти о силовой позиции, в которой будет сохранена формула, которую он заявил еще в июне. Помните, четыре административных границы, четыре области административных границ и так далее. Возможно, туда добавятся требования, связанные с выравнив восстановлением границы и предложением каких-то, условно, если так, это можно назвать, гарантиями, что по каким-то границам военных событий не будет. И будет дан срок. Андрей Васильевич, ну как сейчас Путин может пойти на какой-то контакт, вообще, при каких условиях? Но это тоже ультиматум. После того, как под Курском такие события. И там пару дней висело все, очень непрочно было, очень было непрочно, это было видно, что как бы к ситуации такой не совсем были готовы. Но можно немножко отмотать для того, чтобы сразу диспозицию определить интеллектуальную. Значит, насколько я понимаю, Курская операция это операция по принуждению России к переговору. Такая цель была. На более-менее сбалансированных, не пораженческих, не капитулянских для Украины условиях. Ну если есть маленькая победа, есть маленькая победа, значит ее тоже можно положить на дипломатический стол, но и не выглядеть там униженным дипломатически, потому что еще внутри подпирает оппозиция. И по формуле, которая была бы выгодна нашим партнерам. радикально такая милитаристская оппозиция, которая все время вот обвиняет Зеленского и власть, и нынешнюю команду в том, что вот-вот они готовы пойти на переговоры и сдать Украину. Никаких переговоров продолжать войну, ну примерно такая позиция, для того, чтобы не наразиться на вот эту критику внутри, нужна была такая небольшая победа. Ну как Сунзи писал, война любит победу и не любит продолжительность, продолжительное время. Так вот, победы. Победа не получилась так себе, скажем так. Пока, тем более, может быть, может еще что-то получится. Есть военные успехи, но нет политических достижений. Совершенно верно. практический успех, назовем так, но самой победой ее нет. А теперь сейчас к этому нужно поделиться, потому что дальше может переворачивать. К чему мы приходим? Путин говорит, ну переговоры вести не будем. После этого, после такого переговоры вести не будем, а будем более мощно, агрессивно, беспощадно наступать на Донецком направлении. Курск, пусть оно там законсервируется, это все. Главное остановить наступление дальше там на Курчатов, на Курск. Я вам скажу больше, теперь России даже выгоден плацдарм Курской области, потому что теперь это наша проблема. Да, конечно. Теперь мы будем тратить ресурсы, отвлекать резервы уже с непонятными ориентирами, что из этого следует. Уже политические последствия не будет. Ну видно по разным, скажем так, растерянным и не совсем, я бы сказал, четким определениям, вот что дальше делать. Видно, что мы уже думаем, а что дальше? Ну вот, может же быть ситуация, как у россиян на некоторых направлениях Донбассского фронта. Сейчас вот в центре движения по Курск-Нарез, но они же потом по какой-то десяткам метров движутся и на других участках, да, в других селах. Там плохо, там плохо. То есть я веду к тому, что... Ну и к чему мы приходим с Китаем пощечина, Индия, ну, Индия хочет нас, там так, тоже привлечь, наверное, к этим ООНовским делам, для поддержки в ООН Индии, так, вот, дальше что? Ну, сейчас мы кубики соберем. Мы же много факторов назвали, на самом деле мир еще сложнее, вот, но тем не менее, интрига между Индией и Китаем, она была и останется, но нужно ведь учитывать, что и будущая Генассамблея ООН, и что немаловажно, октябрьский саммит БРИКС, да, это вехи, которые определяют как бы будущую коллективную стратегию стран, которые выглядят сейчас как альтернатива Запада, альтернатива семерки, альтернатива двадцатки там и так далее, и для России как участника войны вот в этом масштабе принципиально важно, чтобы независимо от внутренней конкуренции, это внутривидовой борьбы, да, кто влиятельнее, кто сейчас успешнее, чтобы они сохранили право быть равноправным участником этого, сохранили доверие и возможность участия в этих программах, потому что эта война, где, где самая, знаете, как в яйце-игле, где игла? Кащеева. Кащеева, да, в этой войне для России, это не ее потери экономические, не ее огромные потери армии и даже не, пока не, не санкции, которые, ну, которые, которые так перейдуты. Для России угрозу несет то, что затягивание этой войны может резко уменьшить ее роль и возможности вот в этой большой антизападной альтернативе. Воюющая держава, которая принята санкции, которая тянет с собой. Они готовы к переговорам, но только не на нынешних условиях, а ищут новые условия. у России и правда будет, я бы оставил так акценты, потому что нас слушают и постоянно цепляют за язык. Первое, может ли Россия идти на длинную войну? Может. Есть у нее на то ресурсы, там и возможности? Есть. Живая сила тоже в предостаточном количестве. Они научили жить в зеленом мире, но является ли это стратегически выгодным для Кремля? Нет. Потому что вопрос не в том, способна ли она и придется длинную тянуть. И в этом смысле у Кремля... Способна, но время уходит, теряет. Да, но возникает вопрос того самого политического смысла. А что достигает такая... Что будет достижение для России в такой войне, если начнет терять высоты, доверие, а главное проактивную роль и возможности на других континентах с партнерами по... Ну хорошо, тогда получается так. Переговоры неизбежны. Раз, фиксируем. Но неизбежны переговоры. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но никто не нацелен на вечную войну. Тем более, ну зима и истощение и инфраструктура и так далее это первое. Дальше. Тогда надо подгадать лучшие условия для переговоров. Так или нет. Россия тогда в этой ситуации. Россия надеется, что перелом в военном отношении будет в ее пользу на Донецком фронте. И тогда можно о чем-то говорить. Например, угроза Запорожье и Днепр. Если они выйдут на Павлоград, прорвут оборону Покровска, Торецка и выйдут на Павлоград, Запорожье, Днепр. Так? Ну тогда мы в какой ситуации оказываемся или мы ждем, что что-то под Курском можем такое дальше сделать, а что можем сделать вопрос у меня. для того, чтобы сесть на переговоры. Я к чему говорю? Если три недели тому назад можно еще было сесть за стол переговоров по прекращению огня и так далее на более-менее равноправных условиях, более-менее... Или хотя бы по деэскалации. То сейчас есть у нас такой шанс или ставка не сыграла на то, чтобы принудить Россию к переговорам, на более-менее приемлемые для нас условия. Эта ставка не сыграла. Хороший и правильный вопрос. Так вот, к сожалению, Украина вот эту субъектную возможность самим ставить предложение о переговорах с каких-то сильных позиций, к сожалению, теряет, несмотря на Курск. Для России же в этой ситуации, которая играет тоже в Курск. Принципиально важно получить поддержку своих партнеров по БРИКС, не потеряя свою субъектность с трактовкой, как у вас возможен мир, исходя из положения на земле. Вот к чему она готовится. Китай, Индия, Бразилия могут помочь в том, чтобы все-таки более-менее достойные, я так говорю, более-менее достойные условия сохранить на переговорах. Но Китай, Индия тоже нужно завершить эту войну. Глобальному югу, мировому большинству надо закончить эту войну. Американцам, ну Харрис там, ну Трамп, мы понимаем позицию, Харрис, наверное, тоже. Надо завершить эту войну. Они могут нам все, Запад, в том числе и через военно-дипломатическое давление, Китай, Бразилия, другие, через просто дипломатическое и экономическое давление. Но нефть Индия покупает, нефть покупает Китай и российскую нефть и Индия. Могут нам более-менее, ну скажем так, не допустить худших условий для переговоров, чем на сегодняшний день, например. Вот в чем вопрос. Индия может нам пообещать, что она не будет покупать российскую нефть? Но нет, конечно. Но понятно, что нет. Понимаете, я почему акцентировал на том, что вот это курская пирача и плохо просчитанные политические последствия, романтизация возможных успехов, которые мы не получили, несмотря на территориальные данные, территориальные успехи. Но в этой же войне не была территория. Она как раз не усилила, а ослабила нашу субъектность в постановке о переговорах. Ослабила, потому что вызвано недоверие, широкое недоумение. Видно, что в большей степени Украину пытаются поддержать те, кто нам поставляет оружие, так сказать, и включает на свои планы. Но мы ничего достигли на более широкой мировой арене. И те посредники, которые действительно могли бы быть эффективны, тот же Пекин, тоже получил оплеуху. Но мы же с вами говорили, что для России тоже было бы выгодно и целесообразно, успешно для себя, как они это понимают, но завершать войну не превращая в длинную. Они готовы к длинной войне, но у них как бы это не очень выгодно. Вопрос тебе состоит в том, как к этому подойти и как можно теперь это сделать. Хорошо, последняя надежда, как говорится, последняя ставка. Ну, судя по высказываниям наших, высказываниям наших, дайте нам возможность бить дальнобойными ракетами в глубину Российской Федерации, бить по аэродромам Липецкой области, Воронежской области, Брянской области, Курской и чуть ли не под московского орел. Это дадут такую возможность Западу или нет Украине? Я думаю, что... Но это же тоже новый уровень эскалации. Это сейчас повышение градусов, а то действительно будет уже эскалация, потому что новые виды вооружений и новый характер поведения. Ну, это, я так понимаю, наша последняя ставка. Вот смотрите, есть еще этот момент, мы как бы его обошли, но он тоже важен в наших рассуждениях. На самом деле, мы используем слово эскалация, но произошедшее пока, по состоянию на сегодняшний день, это не эскалация самой войны, потому что с точки зрения количества задействованных сил, технических резервов, технологических решений, ничего качественно нового не произошло. Те резервы, которые мы накапливали для того, чтобы усилить позиции на других фронтах, мы просто бросили на свободных участках, достигли успеха. Враг тоже знает, что кроме этих сил и каких-то еще готовящихся резервов, ничего нового не появилось. Мы не получили каких-то суперновых видов вооружений. F-16 в этом смысле тоже не на гухау, извините, несмотря на весь восторг. А когда мы подняли вопрос о дальнобойных ракетах, оказалось, что пока запрет работает. Но, собственно, и в России мы наблюдаем тоже никаких радикальных решений срочно мобилизовать, закрыть Покровский фронт, перебросить армию, ничего не произошло. То есть, грубо говоря, появился новый участок фронта, новая горячая точка, расширение линии фронта. Но почему у них не появилось? Потому что они войну и так выиграют, по крайней мере, на Донецком направлении. А нам надо как-то делать какие-то движения для того, чтобы выровнять ситуацию. Вот мы сейчас находимся в пространстве, когда при поднятом градусе обсуждается, идти дальше на эскалацию или нет. В чем это выражается? Украина, понимая, что для того, чтобы усилить курсский эффект, без нового оружия не обойтись, фигурирует даже публичная тема новых видов вооружения, дальнобойные ракеты. В России понят вопрос о том, что, возможно, необходимо дополнительная мобилизация. И вдруг вспомнили о союзном государстве. Потому что курскую операцию можно рассматривать как изотвенциальную угрозу Российской Федерации как союзной. Ну, тем более Беларусь рядом тоже. Вы же заметите, что по сегодняшний день, даже несмотря на все произошедшие, сотни тысяч там переехавших уже с Курской области беженцев, и война России с Украиной по-прежнему в их правом поле СВО. А события Курской области это антитеррористическая операция. То есть это все не пустые слова. Юридический статус. Пока в России не перешли вот эту черту перевода военных событий в статус межгосударственной войны, потому что это действительно новое качество. Вот это эскалация. И мы находимся на этой грани. Я думаю, что вот эти все вопросы, вот эти все вопросы, с внятной, наверное, угрозой, будут переданы Киеву. Что настоящая эскалация это не про территории и новые очаги. Это про то, что может быть война передана. Война датура. Мы можем пойти на новую мобилизацию. Могут быть использованы новые виды вооружения. Я, кстати, исключаю в этом смысле. Я не хочу даже говорить о этом оружии, я исключаю эту тему. Не вижу необходимости. И считаю это спекулятивным элементом когнитивной войны. Но есть и другие ресурсы и средства. И технические, и просто численные, которые есть в России. Вот примерно это может означать эскалацию. Включая даже появление Белорусско-Украинского фронта. В таком случае. В таком случае. И это действительно эскалация, потому что это большее объемы, большее количество участников и куда больше риски для самой Украины. Потому что на таком количестве фронтов мы можем просто треснуть. Вот тут, конечно, что мы породили Курском. И я думаю, что Кремль теперь будет вместить будет, знаете, как говорят, месяц подают холодное, да, блюдо. Ну да. Подают холодное. Я думаю, что вот именно по этому пути сейчас может пойти Кремль, потому что, к сожалению, вот такая недорассчитанная политически Курская операция, просчитанная военно, но недорассчитанная политически, она дает ему, она не только уязвила Москву, но и дает ему новые возможности. Новая возможность розырша ультиматума раз, новая возможность консолидирования своих партнеров, показала ему, нужна России, поддержка до вопроса переговоров. Ну и самое последнее, наверное, это существенно повлияло на то, будет влиять на то, как теперь ныне действующая американская администрация себя позиционировать, потому что эта ситуация загоняет администрацию Байдена Харрис, теперь уже можно так ее назвать, Байден Харрис, в очень узкую лузу. Помогать Украине это просто давать оружие, потому что вариант выступить с альтернативой, например, деоскалации, он исчез. Для американской политики исчез. Давать оружие, эта ставка тоже не сыграла. Почему? Потому что нету больших военных успехов Украины. Поэтому вариант один, либо все-таки помощь продолжать давать дозировано, но готовить переговором, либо надо поднимать ставки и начинать поднимать войну с военно-технической точки зрения на новые уровни. Я же в КОХ ТВ топчу все время, что как раз одна дальнобойная ракета, будь то Шторм Шейду, будь то Скальп, или будь то какая-то американская новая ракета, одна ракета, которая появится в этой ситуации на фронте, на Восточном, запускает тот механизм, который сейчас в России будет формулироваться как ультиматом Украины. То есть мы идем на мобилизацию, мы тогда рассматриваем экстенциальную угрозу, ну тогда готовьтесь. Я не знаю, как на это будут реагировать на Западе, но для Украины будет это несомненно означать резкое усложнение на всех фронтах и перепланирование всех военных операций, потому что реальная угроза Северного фронта появляется, возможно теперь конвертация, да, вот эта Курская операция теперь в Большой Восточный фронт, где могут появиться Сумское направление, опять Харьковск и так далее, потому что мы говорим о месяцах теперь. Вот эта ситуация возникает теперь как реальная угроза. Это надо в области мобилизацию проводить, тоже нам. Мы же не вытянем при нынешнем темпе мобилизации. Вот вчера замминистра обороны Украины Гаврилю, по-моему, на слушании в Верховной Раде говорил, что мобилизация пока не дает эффекта, потому что пока это не солдаты, это просто мобилизованные. Во-вторых, там очень важно было и слова сказанные, Запад сокращает помощь и помогать, скорее всего, будет меньше. Вот мое мнение, несмотря на высокое эмоциональное напряжение, то, что еще Курский эффект имеет мощную положительную инерцию, по уму Украине стоило бы по дипломатическим каналам, возможно, вначале не публично, а затем и публично, дать понять, что мы готовы и предлагаем начало двусторонней консультации, а выбор посредника на выбор, предмет двусторонней консультации. Это как раз деэскалация фронтов, вплоть до каких-то линий выравниваний с целью... Ну, ты надо выводить группировку из Курска, из Курской области. Я не хочу перечислять аргументы, пусть об этом думают если бы какие-то предложения, то любое предложение посредника России сразу уткнется вот в это. Сначала пусть выведут из Курской области. Я в данном случае акцентирую не на том, какие могут быть опции. Это все может быть предметом военно-политических торгов, все может быть предметом военно-политических торгов. Я обращаю внимание на то, что здесь важна эта двусторонняя инициатива, ориентирована на двусторонние переговоры. Они же сейчас у нас исключены. Наши военно-политического руководства рассчитывают, что какой-то сильный посредник то ли письмо передаст, то ли выступит в качестве гранта, проводится с продовольственной сделкой. Сейчас это не будет работать. Не будет. А ждать, когда изменится ситуация на фронте и Россия начнет предлагать большие консультации в обход Украины, это угроза тех самых переговоров об Украине без Украины, которую тут так избегают. Но она будет формироваться как раз к чему? К ноябрю-декабрю месяцу. После того, как Россия сначала сохранит свои выгоды дипломатические в БРИКС, после того, как она разрует ситуацию на фронтах, а мы видим, как она разрует ее. Курск отложен пока, он превращается в замыкаемый плацдарм, ну а на Донбассе полыхает. Но все до осени. И будет полыхать и дальше. Все до осени. Я думаю, что бои усилятся и там, и там, потому что до осени надо решить, там распутиться и все, наступать. И последнее, извините, в плане уже такого технического аргумента. Я же с чего начал рассуждение? Наши опасения по поводу того, что, ну, наши инфраструктурные проблемы от этих операций никуда не ушли. И заметьте, что и по состоянию сейчас разведка рапортует столько на ракету Российской Федерации, но пока еще ничего не запущено никуда. И дело даже не в каких-то там центрах принятия решений. Куда опаснее разрушение той же энергетики, мостов, железнодорожных узлов, я уж не говорю о связи и продолжение так на финансово-банковскую систему разными методами до выключения систем подземной связи. Вот это, это все реальные риски, которые у нас никуда не исчезают на эту осень, зиму 2024-2025. И я думаю, они тоже могут быть в перечне вот факторов, которые могут обсуждаться. Если так, то так, если так, то так. Поэтому тут все-таки нужно исходить из того, как приостанавливая и деэскалируя военные действия, нам сохранить жизнеспособность системы на ближайшие полгода. Потому что там это точка бифуркации. Если система теряет жизнеспособность, если начинаются большие напряжения в экономике, в общественной жизни, население, не знаю, куда деваться, как в Европе говорят, появится беженец от холода. Беженец от холода. Это другая страница истории. Она просто другая. Андрей Васильевич, а меняется внешнеполитический и геополитический контекст? Ну, про активность мирового большинства, там, китайско-бразильский, план Индия, глобальный йог, уже сказано. Это, кстати говоря, тоже интересный феномен. Глобальный йог и Брикс, мы видим эту прямую связь. А западный, вот мы видим, так, непонятно, как будут, с Рампом понятно, если выиграет Харрис, выборы, как дальше войну, возьмет на себя продолжение войны Байдена, Харрис, ситуации военной помощи. Тем более, не просто взять войну, а нужно будет кардинально поменять отношения. Либо в одну сторону деэскалации, либо наоборот, поднимать ставки. Потому что так ее продолжать, это значит губительно, в том числе и для Америки. В том числе и для Америки. Первый момент. Второй момент. Мы видим немцы начинают уже как-то там переходить в режим экономии, где-то сокращать, где-то нормализовывать отношения, дискурс меняет. Меняется дискурс, вот предвыборные компании в местной Лонтаге, в Тюринге, в Саксонии меняется. Третий момент. Что-то французы умолкли. Так, ситуация там подвешена с правительством. А если будет принято решение о дальнобойных ракетах и о праве бить по глубинным территориям России, это должно быть консолидировано решение союзников Британии, Франции, США. Так что мы имеем тут? Это благоприятный для эскалационного ведения войны, характера войны для нас факторы. Или наоборот, факторы, которые играют на деэскалацию. И все-таки на то, чтобы думать сейчас о том, какие могут быть переговоры. И когда их начинать уже в активной фазе не просто контакты, не просто какие-то прикидки, какие-то частные инициативы, а именно полноценный какой-нибудь переговорный формат. Пара Трамп Байдена вообще носит исторический символический характер. Это раскол оконтуренный и доктринально, и в трактовке внешней политики, и даже в поведении. Но и линия Трампа, и линия Байдена, если мы говорим и о фигурах, и их политиках, она не позволяла по состоянию на 2024 год решить по сути проблему войны. Во-первых, Трампу еще полгода до станет он президентом, не станет. Точнее, несколько месяцев, затем еще ожидания. Байден понисходящий, и его политика уже не дала этой формулы. Он хвалится. То есть, доктрину Байдена по отношению к войне в Украине уже не будет. Она как доктрина. Либо будет новая доктрина Харрис, либо эта лавочка закроется. Я к чему веду? Приходится закрыть ее. Придется закрыть ее. Демократы оказались ловушкой, которую по состоянию на сегодняшний день, на сегодняшнее число им не удалось разрулить. А ловушка это состоит в том, что для выхода из внутреннего тупика, имиджевого, политического, межпартийного, нужно сформировать образ третьей силы. То есть, грубо говоря, поддерживая кандидата, давать кандидату платформу, которая бы выгодно отличалась и от провалившейся доктрины Байдена, и от того, чем эпатирует Трамп. Я сейчас не о фамилии. Харрис или Сидоренко, Петренко, кто-то в американской политике. Но дело в том, что, как показала подготовка к съезду демократов, демократам не провалилась эта позиция. Харрис оказалась в паровозике вместе с Байденом. Ее даже позиционировал, даже сам Байден на своем выступлении позиционировал как преемника. Огромнейшая политическая и трагичная ошибка. Многое сейчас зависит от того, с кем будет работать Харрис, сможет ли она в своих ближайших публичных программных выступлениях как бы переграть эту идеологему, что она просто преемник Байдена, а не новая сила, новая фигура с новой программой, в том числе программой в отношении роли Америки в стабилизации мира и в войнах. Кстати, Клинтон в 16-м году ушла преемницей Обамы и проиграла. Клинтон. Но я тоже считаю, Харрис имидж преемника крайне невыгоден и может оказаться роковым, если она не сможет вместе с теми силами, кто сделал ставку, несмотря на провалившееся начало съезда демократов, считаю это провалом, идеологическим, по сути дела, не успеет себя конвертировать в позицию третьей силы в вопросах внешней и внутренней политики. Что такое третья сила в нашем случае, в российско-украинской войне? Это самим инициировать переговоры, самим инициировать переговоры, демонстрируя готовность университетов договориться глобальной безопасности, самим. То есть должен прийти, если Трамп называет это новыми сделками, то третья сила, Байден исключает подобного рода, он же был участник женевской встречи, это он отбрасывал эти все тексты проектов договоров, которые Путин отправлял. Здесь новый лидер мог бы предложить Америке, вариант сохранения лидерства за счет политики на опережение, политики нового договора, после которого можно говорить тому. Но способны ли будет Харрис на это, есть ли тот круг, который будет помогать и формулировать и продвигать эту политику в ближайшие два месяца, мне неизвестно, я сам с интересом жду ее выступление, вот оно будет в четверг, и оно ответит на многие вопросы. Если выступление будет в духе продолжения политики Байдена и плюшки налогоплательщикам, я считаю, для Харрис как кандидата это провал, для Харрис как кандидата это провал. Ну 23-го будет Черный Лебедь и мы уже будем знать речь, Харрис уже услышим к этому времени, обсудим. Все-таки мы к Оркуте все много, я думаю, еще будем много говорить об этом событии, но возможно, что именно те решения и изменения, которые планируются на БРИКС, из-за которых, кстати, очень переживает Россия, как принимающая сторона, которые могут быть связаны и с инициативой по новому финансовому порядку в мире, по новым программам и новым подходам для стран глобального юга, расширение состава. Для России это очень значимая веха. И готовиться проводить этот саммит в состоянии изгоя, в состоянии страны, которая обвиняет во всех смертных вехах и крахе порядка, в состоянии страны, которая планирует еще там и сообщиться. Мы еще планируем три года. Это провальная позиция. Андрей Васильевич, ну понятно, но в состоянии терпилы они тоже, мы знаем, что Россия не любит, когда их, считай, затерпил. Да, я веду к тому, что время сжимается. То есть им нужно тоже за эти два месяца успеть и дать ответ, как быть, с Курской аномалией возникшей и определиться в вопросе, переговаривать с Украиной или через посредников на своих условиях, потому что Киев сейчас для них не добил распособления. А Киев пока молчит, я говорю, что это политическая ошибка. Ну в общем, если кратко подводить. Полагаться на западные партии это политическая ошибка. Да, сегодня надо диверсифицировано, тем более запад в оборонительной позиции сегодня запад. Да, знаете, как вот в большом таком попучке проводов. Контактная группа большая, но к сожалению до сих пор мы еще не выбрали тот проводочек того цвета, с помощью которого мы замкнем. Значит, в ближайшее время, так понимаю, до осени, до распутицы, до дождей бои интенсифицируются. Раз. Время в войне и в геополитике ускоряется, а стало быть, могут быть и точнее, это время ускоренное требует быстрых решений, а тут возможны ошибки и проколы. Это два. Надо быть очень осторожным. Все сжимается вообще на сентябре. Очень надо быть осторожным с принятием военно-политических решений. Я это, ну, к нам обращаюсь прежде всего, потому что цигель-цигель, ай-лю-лю, и тут можно допустить оплошность. Это два. Третье. Все-таки при всем при этом все думают в уме, как говорится, держим в уме переговоры, форматы, дипломатия, принуждение к переговорам, в каком формате, в какой форме, какие условия, это три. Ну, а четвертое, если не удастся выйти на переговоры, если не удастся к осени завершить вот этот цикл войны, тогда война может подняться на новую ступень. Тут так, либо к миру, к перемирию, либо к новой и более ожесточенной и разрушительной войне. Вот в такой мы развилке сегодня. Мы сегодня в такой развилке, Андрей Васильевич, либо к миру, либо к большой войне. А что такое большая война на новом уровне эскалации? Это уже и попахивает, или просматривается Армагеддон. Там уже могут быть совсем другие ставки и другие принятые решения. В потоках я сейчас крутится моя мысль и это то, что я хочу тоже предупредить, к серьезнейшим инфраструктурным вызовам. Под инфраструктурой имею в виду не только какие-то отдельные системы, а вообще инфраструктуру жизни. Потому что мы с этим столкнулись. Старая теряет жизнеспособность, а если война интенсифицируется, эскалирует на новом уровне, то мы понимаем, что будет прежде всего под ударом. Жизнь городов, банальная финансово-торговая коммуникация, пути сообщения. Вот это все разрушение режимов. Либо тут уже будет игра на то, чтобы друг друга разрушать. Не истощать, а разрушать. И тогда война на истощение может раз и трансформироваться в войну на разрушение и уничтожение друг друга. Вот такая может быть история. Ну ладно, это мы нагнали тут страху. Будем надеяться, что все-таки решение будет приниматься оптимальное и все-таки все понимают, сегодня взрослые люди в мире, в мире политики, что надо эту лавочку потихоньку сворачивать и думать о том, как выйти на разумные, приемлемые для всех сторон переговоры. Андрей Васильевич, спасибо, как всегда, глубоко, содержательно, инновационно. Спасибо. Очень правильные тезисы и хорошие смыслы. Мы всегда говорим в интеллектуальном суверенитете. Хватит слушать советников со стороны. Нужно жить своей головой и видеть все риски и исходить из того, что нужно нам, даже если вещи в этой войне. Говорит, это Казан Карасев. Ставьте лайки этому видео, чтобы его посмотрели больше. Пишите комментарии. Ну и подписывайтесь на канал. Так что ждем новых подписчиков, новых комментариев, новых друзей нашего канала или телеклуба ориентированного на интеллектуальный суверенитет. Говорит и доказывает Карасев. Ну а сегодня говорил я, доказывал Андрей Васильевич Ермолаев. Андрей Васильевич. Спасибо вам. Дякую ему.